Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего урока – правописание «не» с различными частями речи. Давайте для начала я предложу вам выполнить задание номер 13 из сборника ЕГЭ. Звучит оно следующим образом. Определите предложение, в котором «не» со словом пишется слитно, раскройте скобки и выпишите это слово. Первое. Тугие бутоны, еще не распустившихся роз, источали тонкий аромат. Второе. Негромкий, но неожиданный стук в дверь испугал Юрия. Третье. Марусе нельзя было назвать красавицей, однако она была не решена обаяния. Четвертое. Не дожидаясь разрешения, Григорий решительно вошел в комнату. И пятое. Это был никто иной, как мой друг Борька. Итак, ребята, для того, чтобы верно выполнить это задание, нам необходимо вспомнить правила. Все эти правила вы уже изучали на протяжении 6-7 класса. Сегодня мы с вами систематизируем материал и повторим изученное вами. Итак, обратите внимание на алгоритм определения правописания слова сне. Первое. Если слово без не не употребляется, то с любой частью речи пишется слитно. Например, ненависть, невзлюбив, небрежный. Второе. Если слово употребляется без не, тогда необходимо определять часть речи. Первое. С существительными, прилагательными наречиями на ОЕ слово пишется слитно, если можно подобрать синоним. Например, нехорошо, недруг, нехолодный. Раздельно пишется с этими частями речи, если есть противопоставление с союзом А. Например, нехорошо, а плохо. Однако, ребята, запомните, что некрасивый, но добрый пишется слово сне слитно, потому что это мнимое противопоставление. Противопоставляются абсолютно разные качества. Следующее. С глаголами, идеей, причастиями не всегда пишется раздельно. Например, не вижу, не сделав. Следующее. С полными причастиями без зависимых слов слово пишется слитно. Если появляется зависимое слово, то слово пишется раздельно. Например, нерешенная задача. А нерешенная мной задача уже будет писаться раздельно. При этом, ребята, очень важно уметь определять, где же определяемое слово, а где зависимое. Это сделать очень просто. Потому что задача какая нерешенная, то слово, которое зависит от имени существительного, это причастие. А слова, зависящие от самого причастия, называются зависимыми. Итак, ребята, кроме этого, с краткими причастиями всегда слово пишется раздельно. Например, нерешена, непрочитана, неразгадана. Следующее. С отрицательными и определенными местоимениями и наречиями слово пишется слитно. При наличии предлога раздельно. Например, негде. Это наречие пишу слитно. Некем. Местоимение пишу слитно. Но слово не с кем, здесь появился предлог, поэтому мы пишем раздельно. Запомните. Есть такие сочетания, которые пишутся всегда раздельно. Это никто иной как и ничто иное как. При этом запомните, что перед как здесь всегда ставится запятая. И существует еще два амонимичных слова. Это несмотря на. В одном случае, несмотря на, будет писаться слитно и будет производным предлогом. Например, несмотря на обстоятельства. Во втором случае, несмотря на маму, это дейпричастие и частица. Как же отличить, где дейпричастие и частица, а где производный предлог? Для этого, ребята, мы можем производный предлог заменить на вопреки, а дейпричастие и частицу не глядя. Давайте с вами потренируемся. Итак, задание номер 13. Определите в предложение, в котором мне со словом пишется слитно. Раскройте скобки и выпишите это слово. Первое предложение. Она, ничего не ответив, продолжала смотреть в небо. Итак, ничего не ответив, не ответив, это дейпричастие, поэтому мы будем писать раздельно. Следующее. Наступила осень с нескончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с тоской по вечерам. Нескончаемыми. Это полное причастие. Здесь нет зависимого слова, поэтому мы будем с ней писать слитно. Но на всякий случай, ребята, необходимо проверить и все остальные варианты. Итак, дождь продолжался, но не сильный, как утром, а слабый моросящий. Несильный – это не с прилагательным, но у нас есть противопоставление. Несильный, а слабый, поэтому мы пишем раздельно. Следующее предложение. Так и не появившийся на сцене ревизор тревожит всех обывателей. Итак, ребята, не появившийся – это причастие сне, но при этом есть зависимые слова. Не появившийся где – на сцене. Пишем раздельно. И последнее предложение. Окно на кухне было не занавешено. Не занавешено – это краткое причастие, поэтому я пишу сне раздельно. Итак, соответственно, выписать вам необходимо будет слово «нескончаемыми». Хочу обратить внимание, что в ЕГЭ вы должны выписывать в той же форме, в которой представлено в предложении. Следующее. Итак, определите предложение, в котором мне со словом пишется слитно. Раскройте скобки и выпишите это слово. Первое предложение. Вскоре показались еще неухоженные сады городской окраины. В этом случае перед нами причастие полное с зависимым словом «еще», поэтому мы будем писать его раздельно. Второе предложение. Ни разу мальчик не видел такого зрелища. Здесь слово «не видел». Глагол «сне», он всегда пишется раздельно. Третье предложение. За давно не крашенным забором оказался приезжий зверинец. Давно не крашенным. Мы видим, что перед нами причастие. Это причастие полное, но есть зависимое слово «давно», поэтому мы пишем раздельно. Следующее предложение. В мертвых душах весь город обсуждал чичиковских мужиков, которых уже не было на свете. Перед нами «не было». Как же определить, как мы пишем это слово? Это глагол, он употребляется без «не», поэтому мы будем писать его раздельно. И последнее предложение. Общество, ненавидящая личность, само обрекает себя на гибель. Итак, перед нами слово «ненавидящая». Это полное причастие. И, казалось бы, по правилам мы должны были писать его слитно. Но первое, на что мы смотрим в этом случае, это то, что «не», здесь слово без «не» не употребляется, поэтому пишем слитно. И, соответственно, нам нужно будет выписать слово «ненавидящая» в той же форме, которая представлена в этом задании. Еще одно задание. Здесь тоже нужно определить предложение, в котором слово «сне» пишется слитно, раскрыть скобки и выписать это слово. Итак, первое. Липы в старом саду не вырублены, их удалось сохранить. Здесь «не вырублены» — это краткое причастие. Мы пишем его «сне» раздельно, всегда. Второе предложение. Солнце брызгами яркого света взрывает тайгу, еще не успевшую стряхнуть с себя ночной покой. Не успевшую. Итак, ребят, это причастие, это полное причастие. При этом мы видим, что в этом предложении есть причастный оборот. Тайгу какую? Еще не успевшую стряхнуть с себя ночной покой. Соответственно, мы можем сделать вывод. Если «не» с причастием находится в причастном обороте, то всегда «сне» пишется раздельно, потому что есть зависимые слова. Третье. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. Слово «не старинная» — это прилагательное. Мы пишем его раздельно, потому что есть противопоставление, а современное. Следующее предложение. Несмотря на сухую погоду, в затянутых травой кветах блестела вода. Несмотря на. Это производный предлог. Почему? Потому что мы можем заменить его на «вопреки», то есть «вопреки сухой погоде». Мы пишем слово «сне» слитно. В полном одиночестве он простоял с минуту, не решаясь двинуться дальше. Не решаясь — это «де» причастие, поэтому «сне» пишем раздельно. Соответственно, ребята, нам нужно будет выписать слово «несмотря». Домашнее задание. Домашнее задание предлагаю вам выполнить по учебнику для базового уровня обучения под редакцией Власенковой и Рыбченковой. Это будет упражнение 354. Кроме этого, выполнить тестовые задания номер 13 на сайте Решу ЕГЭ. Спасибо за внимание. Удачи, ребята. Здравствуйте, дорогие семиклассники. И мы вновь занимаемся вашей любимой геометрией. Сегодня мы посмотрим с вами на примеры решения задач для подготовки к всероссийской проверочной работе. Всероссийская проверочная работа в седьмом классе содержит только две задачи по геометрии, так как вы только начали изучать геометрию. Это тринадцатое задание, вес которой один балл, где вам нужно будет записать только ответ. Итак, рассмотрим задачу под номером 1. Вам нужно будет найти расстояние от точки А до отрезка ЦБ. Для этого, конечно, нужно будет соединить точки Ц и В и по клеточкам провести перпендикуляр из точки А до отрезка ЦБ. Как вы видите на рисунке, длина этого перпендикуляра будет 2 клеточки, то есть 2 сантиметра. Под цифрой 2 у вас задача подобная. То же самое. Находим расстояние от точки А до отрезка ЦБ. Опять соединяем точки Ц и В и из точки А опускаем перпендикуляр. Как вы видите, длина перпендикуляра всего 1 клеточка, то есть 1 сантиметр. В третьей задаче вам нужно будет найти расстояние от точки А до середины отрезка ЦБЦ. Вам нужно будет соединить точки В и Ц и, соединив точку А с середины отрезка ЦБЦ, увидите, что расстояние это будет равно 1, 2, 3, 4, 5 клеточек, то есть 5 сантиметров. Посмотрим на четвертую задачу. Вам нужно найти расстояние от точки С до середины отрезка АБ. Опять соединяете точку С с серединой отрезка АБ и получаете, что это расстояние равно 3 сантиметрам. Задача под номером 5 несколько другая. Вам нужно найти площадь фигуры, изображенной на рисунке. Площадь одной клеточки – это квадратик. Одна клеточка – это квадратик со стороной 1 сантиметр. Тогда площадь одной клеточки будет равна 1 квадратный сантиметр. И тогда, чтобы найти площадь данной фигуры, вы должны просто посчитать количество клеточек. В данной фигуре 10 клеточек, поэтому в ответ вы запишите 10 сантиметров квадратных. Давайте рассмотрим задачу под номером 6. В этой задаче вам нужно найти длину высоты, проведенной с точки В к стороне АС. Если вы опустите перпендикуляр из В к АС, вы увидите, что длина этого перпендикуляра 4 клеточки, а значит 4 сантиметра. Давайте рассмотрим 14 задание. Это уже задача, которую вы должны написать с развернутым решением и ответом. Итак, в треугольнике АБЦ проведена бисектриса АЛ. Угол АЛЦ равен 121 градус, угол АБЦ равен 101 градус. Найдите угол АЦБ. Ответ дайте в градусах. Мы не будем с вами писать дано, и начнем сразу с решения. Поскольку угол АЛЦ является внешним углом для треугольника АБЛ, давайте вспомним с вами теорему о внешнем угле треугольника. которое говорит нам, что внешний угол треугольника равен сумме двух других углов, несмешных с ним. Поэтому угол АЛЦ, угол АЛЦ будет равен сумме углов БАЛ плюс АБЛ плюс угол АБЛ. Откуда мы с вами легко сможем найти угол АЛЦ? Будет равен 121 градус. Это угол АЛЦ минус 101 градус. Это угол АБЛ. И мы получим, что угол БАЛ, градусная мера его равна 20 градусов. Поскольку АЛ у нас бисектриса, то значит весь угол А будет в два раза больше, чем угол БАЛ. И угол А будет равен 2 умножить на 20 градусов, мы получим 40 градусов. И тогда найти угол АЦБ, а точнее угол С в треугольнике АБЦ нам будет очень даже просто. Мы знаем два угла в этом треугольнике. Чтобы найти третий, нам нужно от 180 градусов отнять сумму этих двух углов. Итак, угол АЦБ будет равен 180 градусов минус 40 градусов плюс 101 градус. 40 градусов плюс 101, мы получим 141 градус. И угол АЦБ будет равен 39 градусов. Запишите ответ, пожалуйста, 39 градусов и рассмотрим следующую задачу. Два внешних угла треугольника при разных вершинах равны. Периметр треугольника равен 78 сантиметрам, а одна из сторон равна 18 сантиметрам. Найдите две другие стороны треугольника. Давайте построим чертеж, так как чертежа у нас нету. Быстренько построим чертеж. Нам дан треугольник. А, В, С. И в этом треугольнике внешние углы при разных вершинах будут равны. Обозначим один внешний угол, угол 1, второй внешний угол, угол 2. Нам сказано, что периметр треугольника равен 78 сантиметров, а одна из сторон этого треугольника равна 18 сантиметрам. Но мы с вами не знаем, какая сторона равна 18. И нужно найти две другие стороны этого треугольника. Конечно, если внешние углы в треугольнике равны, то значит смежные с ними внутренние углы тоже равны. Давайте это запишем. Так как угол 1 равен углу 2, то угол А будет равен углу С. А значит наш треугольник А, В, С будет равнобедренный. Следовательно, А, В будет равно В, С. Ну и у нас получается два варианта решения. Предположим, что 18 сантиметрам будет равно наше основание А, С. Итак, рассмотрим первый вариант решения. Пусть А, С будет равно 18 сантиметрам. Тогда, чтобы найти боковые стороны, которые равны, мы должны от 78 отнять 18 и разделить на 2. Итак, А, В будет равно В, С. И будет равно 78 минус 18, деленное на 2. Мы получили 30 сантиметров. Но есть еще и вторая возможность. Предположим, что 18 сантиметрам будет равна боковая сторона. Итак, А, В равно В, С и равно 18 сантиметрам. Тогда, чтобы найти основание А, С, мы должны от 78 отнять сумму двух боковых сторон. А, С будет равно 78 минус 2 умножить на 18. Минус 36. Для того, чтобы найти А, С, мы должны от 78 отнять 2 умножить на 18. И мы получим 42 сантиметра. Получилось, что в нашем треугольнике одна сторона больше суммы двух других сторон. А этого быть не может. Итак, так как А, С больше, чем А, В плюс В, С, что противоречит неравенству треугольника, то такой треугольник существовать не будет. Треугольник не существует. И поэтому данный способ, второй вариант решения нам не подходит. И поэтому мы рассматриваем только единственное решение, в котором две другие стороны треугольника будут равны по 30 сантиметров. Запишите, пожалуйста, ответ 30 сантиметров. Итак, мы с вами рассмотрели решение некоторых задач для подготовки к всероссийской проверочной работе. На дом вам нужно будет рассмотреть еще одну задачу, которая сейчас написана на доске. Подумайте, построите чертеж и решите эту задачу. Я желаю вам успехов в изучении геометрии. Не болейте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин